Дядя Юра, приветствую вас, приветствую зрителей наших каналов. Дядя Юра, так получилось, что вы автор вот этого музыкального приветствия, то, что у нас было в прошлом с вами видео. И мне в связи с этим стало очень интересно, а какую музыку вы слушаете, какую любите, какая чаще бывает всего в вашем плейлисте. То есть, что вы слушаете, и я думаю, что именно музыка помогает лучше понять человека, лучше понять своего собеседника. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, друзья, мальчики и девочки, господа и дамы. С вами Дядя Юра. Паш, привет. Ну да, попробую ответить на этот вопрос. Небольшое, но важное дополнение к этому видео. Ребят, меня YouTube до того запугал законом об авторских правах, что аудиозаписи тех групп, которые я люблю, будут в минимальном количестве и с минимальной продолжительностью. Начнем с истоков. Я слушаю русскую народную музыку, русские народные песни. И не просто слушаю, но и могу на баяне что-то изобразить, и пытаться вот эти все песни воспроизвести. Дореволюционные, революционные, послреволюционные песни НЭПа достаточно много я слушаю. И действительно я могу это сыграть и распеть при большом желании. Второе направление, которое я более-менее знаю, разбираюсь, это ресторанная и шансон. Шансон не современный, а шансон, именно классический шансон, который начинался там с Морфиси, допустим. Рубашкина это зарубежный шансон, эмигрантский. Ну туда же можно и Северного, и Беляева. Вот этот уровень не нынешний, а который считается сейчас классическим, и который тоже можно воспроизвести. И часто эти песни просто считают, что это народная песня. Это второй шансон, классический шансон. А, ну туда же, это то же самое, это можно отнести группа ресторанных песен. Это цыганщина. Ну, то же самое, то есть Стерденко, Сличенко, остальное вот такое. Тоже меня это вставляет, я это иногда слушаю. Так, что еще? А, советскую бабсу, да, 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 да. Это песни 50-х, 60-х годов, которые слушали или ваши бабушки, или мои родители, или там вот такого типа. Ну, это вот на горе колхоз, под горой колхоз, уральская рябинушка, парней так много холостых на улицах Саратова. Это все примерно вот эта вот советская такая вот массовая песня. Она тоже легко играется на баяне, ну, вообще легко поется, и тоже она достаточно легко подбирается и играется. Ну, вот это, ну, да, это, наверное, советская популярная эстрада. Да, да. Ну, теперь ближе к нам, к нашему времени, что же еще я больше люблю? Я рок люблю. Ну, понимаете, вот под этим понятием рок, рок-культура, столько направлений. Ну, поэтому, ну, скажем, я люблю классический рок. Роллинг Стоунс, Битлы, наверное, по гею вот этого всего рока, да, это вот Пинк Флойд, ну, когда, ну, Киз, ну, вот это вот много народу, куча света, куча дыма. Ну, все, дальше уже развиваться некуда было. И я нормально к этим отношусь. То есть, трэш я не особенно, как бы, приветствую, не вставляет он меня. Ну, допустим, уровень до ACDC, да, пожалуйста, это вот такой хард-рок, и вполне-вполне он приемлемый. Все люблю соу. Это Джоплин, Пайтхаус, девицы. То есть, там такой потрясающий выписк личного, что, когда слушаешь вот этих вот девиц, понимаешь, я не долго никак не прожил, но и так, так и получилось, да. Вот, что еще по нынешней музыке, опять, вот сейчас хип-хоп развитие, да, честно говоря, ребят, не вставляет, не потому что это плохое, плохая вещь, но, наверное, на каждом возрасте, на каждом этапе вот что-то зацепляет, что-то нет. Ну, это, например, вот есть такой Башлачев, это вот наш рок-музыкант попокойный, давно умер, у него время колокольчиков, но это тот же самый, то есть, понимаете, вот этот вот крик души, и как этот крик души будет реализовываться через вот эту речевку хип-хопскую, да, или вот как у рокера, это уже зависит от, как сказать, от мастера, от того, кто хочет вам это внести. Вот, люблю, кстати, люблю панк-рок, но хороший панк-рок, советский панк-рок, постсоветский панк-рок, и честь хвала Питеру, который дал ноль группы, это вот Частяков, кто он сейчас там, иммигрант Частяков, убежавший от, ну, как сказать, ну, он так не совсем нагло был здоровый, вот, его вылечили, и вот вдарился в религию, и свидетели Иеговы, он, по-моему, в Штатах живёт, да, да, там посыл шикарный, конечно. А, то есть, тут много личного, как бы, в какое время ты это послушал, меня, допустим, не вставляет шнур, ну, не вставляет, и всё. Но нравится, вот, опять же, питерский паш, есть такая, Слава Шалыгин, группа Ля Минор, очень достойные ребята, очень хорошо, профессионально поют, очень хорошие, там, музыканты, кстати, вот, Баянис, там, Ежов, сами, шикарно играет. То есть, это не зависит от самой музыки, это зависит от мастерства подачи, и на чьи уши это всё упадёт. Вот так примерно. Что ещё? Что ещё мне нравится? А, ну, это возрастное, наверное, мне нравится Челлаут. Ну, это, вот, знаете, вот сборники Кафе Дель Мар, да, там, такие расслабушные мелодии и прочее. О, ой, кстати, забыл. Вот, вот, Литвиня Рок, мне нравится вообще шикарно соло, соло-гитары. Это, ну, скажем, Сантана, это, ну, Гарри Мур в меньшей степени, да, допустим, или вот у Квинов, Мэй, по-моему, гитарист. Ну, да, там, этот посыл, это вообще-то прекрасно, да, то есть, рок, это всегда драйв, да, то есть, секс, наркотики, рок-н-ролл. То есть, это жить на полную катушку. И, когда я смотрю, вот, когда, знаете, рок-н-ролл жив или рок-н-ролл мёртв. Я тоже, вот, питерскую группу, у меня тут мальчик занимался интерактивно, с ним разговаривал. Ну, как мальчик, 40 лет. Панк-группа. Ребята, панки, это молодняк отмороженный. Когда выходят 40-50-летние дядьки, это нихрена не панк. Это как-то по-другому называется, но это не панк. Но это опять, это моё мнение. Я рассуждаю, как сказать, в меру своего дилетантства. Ну, а как же с классической музыкой, в том, в смысле, в котором я его понимаю. Да нормально, я к ней отношусь. Популярную классическую музыку вполне приемлю. Не скажу, что меня воодушевляют Шнитке или там Губайдулина. Ребята, это то же самое, это на любителя, и нельзя сказать, что это хуже или лучше. Весь вопрос в том, что вы хотите получить от того, что вы слушаете. Не, пора, пора останавливаться, поскольку я похож на персонажа из Денискиных рассказов. Помните, там у Дениски спросили, кого ты любишь, и там у него на полторы страницы столько, то, что он любит. Я то же самое, люблю музыку, слушаю ту, которая мне нравится. А которая мне не нравится, я её не слушаю. Вот так вот, чего и вам желаю. Удачи. Спасибо, Паша, за вопрос. Подписывайтесь на канал, заходите на канал Паши, ставьте лайки, жмите на колокольчики, и будет вам счастье. Нам будет мотивация, и все мы заживём лучше прежнего. Всё, удачи. А, хрюкал, это дюша. О, ещё, киш мне нравится, вот король и шут с горшком, конечно, тоже шикарно. Ну, вот, то, что вот как бы зацепило. Я бы ещё тут целую кучу наговорил, но всё, всё, ребята. До следующего вопроса. Продолжение следует...